все благословите святый владыка отцы и братья начать сегодня рассказ о преподобном силами афонском преподобный засима палестинским писал доведаем же что никто не говорит о нас прямой истины кроме того кто укоряет нас никто не говорит о мне лжи кроме хвалящих и и и ублажающих меня и никто не говорит о мне истины кроме укоряющих и уничижающих меня и они не все еще обо мне истину говорят если пришлось им узнать не говорю все море моих злых дел на часть некую то они отвратились бы от смрада и зловония души моей если все члены тел человеческих превратились в языки чтобы укорять нас я убежден что и тогда не смогли бы они вполне выразить наше бесчестие всякий укоритель часть только некую укоряет всего же знать он не может перефразируя эти слова преподобного засимы о старцах афона можно сказать так если все члены тел человеческих превратились языки чтобы говорить о афонских старцев то и тогда не смогли бы они вполне выразить все подвиги которыми те прославили бога и все чудеса которыми прославил их бог но всякий говорящий о них часть только некую вспоминает всего же и знать не может юный стимеон так назвали родители отца силуана родился 1866 году воспитывался крестьянской простой семье тамбовской губернии его отец простой но духовно мудрый и кроткий человек о котором преподобный силан с любовью вспоминал я в меру отца моего не пришел он был совсем неграмотный и даже очень нож читал с ошибкой говорил днесть вместо днести заучил в церкви по слуху но был кроткий и мудрый человек у них была большая семья отец мать пять братьев сыновей и две дочери жили они вместе и дружно взрослые братья работали с отцом однажды во время жатвы семену пришлось готовить в поле обед было пятница забыв об этом он наварил свинины и все ели прошло полгода с того дня уже зимой в какой-то праздник отец говорит цена помнишь как ты в поле накормил меня смене свинины а ведь была пятница ты знаешь я ел ее тогда как стерву что же ты мне не сказал тогда я сынок не хотел тебя смутить тесто по них поясни да здесь смысле как падать ел как падать рассказывая подобные случаи и своей жизни в доме отца старец добавлял вот такого старца я хотел бы иметь он никогда не раздражался всегда был ровный и кроткий подумайте полгода терпел до удобной минуты чтобы и поправить меня и не смутить желание посвятить себя богу зародилась у отца у симеона в юности но отец настоял на службе в армии прежде чем он пойдет в монастырь в армии его очень любили как солдата всегда исполнительного спокойного хорошего поведения а товарищей как верного и приятного друга однажды под праздник с тремя гвардейцами того же батальона он отправился в город зашли они большой столичный трактир где было много света и громко играла музыка заказали ужин с водкой и весело беседовали семён больше молчал один один из них спросил его семён ты все молчишь о чем ты думаешь я думаю сидим мы сейчас трактире едим пьем водку слушаем музыку и веселимся а на афоне теперь творят бдение и всю ночь будут молиться так вот кто же из нас на страшном суде даст лучший ответ они или мы другой тогда другой сказал какой человек семён мы слушаем музыку и веселимся а он умом на афоне и на страшном суде на своей службе в левгвардии саперном батальоне петербурга старец писал долго прожил я на земле немного видел и слышал я слышал много музыки и она услаждала душу мою и думал я если эта музыка так сладка то как услождают душу небесное пение я видел земных царей во славе и дорого это ценил но когда душа познает господа тогда за малое будет почитать всю славу царей в армии у симеона зародилась мысль об афоне и по окончании службы он обращается к ианну кронштадтскому батюшка хочу пойти в монахи помолитесь чтобы мир меня не задержал и уже на следующий день он почувствовал что кругом него гудит адское пламя из того дня как помолился о нем отец иоанн кронштадтский адское пламя гудело вокруг него не переставая где бы он ни был и в поезде в одессе на пароходе и даже на афоне в монастыре в храме повсюду почти с первых дней своего послушничества свято пантелеево нам монастыре на афоне семён сподобился благодатного посещения исчезла адское пламя чтобы дело вокруг него прекратилась адская мука которую он испытывал в течение полугода теперь ему было дано пережить особую радость и великий покой примирение с богом его душой овладела новое сладостное чувство любви к богу и к людям ко всему человеку господь подал симеону и силы для несения монархских подвигов молитв бдения поста и телесных трудов по послушанию но со временем благодатное чувство единения с богом отошло а взамен снова вернули вы вернулись адское пламя мысленная брань и бесовские страхования такой мучительной борьбе в поисках утраченной благодати преподобный силуан провел 15 лет и вот однажды когда эта борьба достигла своего апогея отец силуан обратился к богу с молитвой господи ты видишь что я хочу молиться тебе чистым умом но бесы не дают мне научи меня что должен я делать чтобы они не мешали мне и был ему ответ в душе гордые всегда так страдают от бесов господи господи говорит силуан научи меня что должен я делать чтобы смирилась моя душа и снова в сердце ответ от бога держи ум твой в ааде и не отчаивайся припал очень много послушника и качестве начальника эконома он дает нам следующие советы и припоминает такой случай монастыре был у нас такой случай монастырский эконом послал одного рабочего по делу но тот по неопытности не хотел идти эконом говорить ему идеи тогда рабочий рассердился и при всем там бывшим народе а было человек сорок назвал эконома собакой но эконом пожалел рабочего и дал ему чаю и сахар сказал ты всегда зови меня собакой и вдруг рабочим стало так стыдно что лицо и гугорел от стыда и после был он послушней левее всех хорошего эконома все будут любить потому что все люди любят когда с ними ласково обращаются опыт показал что не надо мыслить плохо о человеке потому что за это уходит благодать святого духа от души а если будем любить людей на господь даст молитву так что и среди народа душа может непрестанно выпиять богу отец силуан себе такой вопрос и отвечает на него как может сохранить мир начальник если у него люди непослушливые и отвечает трудно начальнику и прискорбно если люди у него не слушаются но чтобы сохранить мир он должен помнить что хотя люди и непослушливы но все же их любит господь и умер в страданиях за спасение их и надо усердно за них молиться и тогда молящемуся даст господь молитву это из опыта познаешь как ум молящегося имеет к богу дерзновение и любовь и хотя ты грешный человек но господь даст тебе вкусить плоды молитвы если так привыкнешь молиться за подчиненную то в душе у тебя будет великий мир и любовь следующий вопрос как может сохранить мир душевный подчиненный если у него начальник раздражительный и злой человек ответ раздражительный человек сам несет большое страдание от злого духа мучение это он терпит за гордость подчиненный кто бы он ни был должен знать это и молиться за больного душою своего начальника и тогда господь видя терпение его даст ему подчиненным прощение грехов и постоянную молитву так смиренный человек получает от господа великое утешение и мир и во всем придается на волю божию смирение дед силуан получал чтобы спастись надо смириться потому что гордого если и силой посадить в рай он это не найдет покоя и будет недоволен и скажет почему я не на первом месте а смиренная душа исполнена любви и ищет и не первенство но всем желает добра и всем бывает довольно ты говоришь у меня много горя но я тебе скажу или лучше сам господь говорит смирись и увидишь что твои беды превратятся в покой так что ты и сам удивишься и скажешь почему же я раньше так мучился и скорбел но теперь ты радуешься потому что смирился и пришла благодать божия теперь ты хотя бы один сидел в бедности радость не оставит тебя потому что на душе у тебя мир о котором господь сказал мир мой даю вам так всякой смиренной душе господь дает мир так смиренный человек получает от бога великое утешение и мир души и во всем придается на волю божию преподобный силан получал придадимся на волю божию и тогда увидим промысел божий и даст нам господь то чего и не ждем а кто не придается на волю божию тот никогда не может увидеть промысла божий над ним не будем скорбеть о потере имущества это маленькое дело меня этому еще родной отец научил когда случился когда случается в доме беда он остается покоен после пожара ему говорили ты иван петрович погорел а он отвечает бог даст поправлюсь однажды мы шли мимо нашего поля я сказал ему смотри у нас воруют снопы а он не говорит сынок господь нам уродил хлеба нам хватит а кто ворует стало быть у него нужда есть я бывало ему скажу ты подаешь много милостыни а вот там лучше нас живут а дают меньше а он мне скажет сынок господь нам даст господь не посрамил его надежды вот еще один эпизод из жизни преподобных осилуана в течение многих лет большую швальню портяжная мастерская монастыря заведовал отец диадох монах во всем примерный но педанти до педантичности аккуратный любитель богослужения начитанный тихим нравом и благородный в общении с людьми он пользовался общим уважением однажды в день его ангела зайдя к нему я нашел его в обществе своих духовных друзей одного старца духовника отца трофима и старца силуана что было до меня не знаю но я услышал следующие духовник рассказывал что-то прочитанное им в газете и обратившись к старцу силуану спросил а вы отец силуан что скажете по этому поводу я батюшка не люблю газет и газетных новостей ответил он почему так потому что чтение газеты омрачает ум и мешает чисто молиться странно говорит духовник по моему наоборот газеты помогают молиться живем мы здесь в пустыне ничего не видим и так душа постепенно забывает о мире замыкается в себе и молитва от этого слабеет я когда читаю газеты то вижу как живет мир и как страдают люди а от этого у меня появляется желание молиться тогда служили я литургию молюсь ли у себя в теле я от души прошу бога за людей и за них душа когда молится за мир без газет лучше знают как скорбится земля знает она и какие нужды есть у людей и жалеет их ответил отец силами как же может душа знать от себя что творится мире спросил духовник дед силан ответил газеты пишут не о людях на событиях это неверно они приводят ум смущение и правду из них все равно не узнаешь а молитва очищает ум и он лучше видит все неясно мне что вы хотите сказать опять спросил духовник все ждали ответа старца силуан но он сидел молча с наклоненной головой и не позволил себе в присутствии духовника и старых монахов объяснить каким образом душа вдали всего молясь о всем мире духом может знать жизнь мира и нужды и страдания людей а чтение книг и газет отец силуан говорил так многие любят читать хорошие книги и это хорошо но лучше всего молиться а кто читает плохие книги или газеты тот наказуется голодом души и душа его голодная потому что пища души и наслаждение ее в боге в боге и жизни и и радость и веселье и господь не изреченно нас любит и любовь это познана духом святым вот эта книга составлена преподобным сафрониям сахаровым основной источник сведений о старце силуане нашим соотечественники и почти современники кроме воспоминаний отца сафрония о своем наставнике она содержит и писания старца который он излил от преизбытка своего сердца и от великой любви к богу и людям об этом сам отец силуан писал так я стар и жду смерти и пишу истину по любви к народу о котором скорбит душа моя быть может хоть одна душа спасется и за нее буду благодарить бога но сердце мое болит за весь мир и молюсь и слезы проливаю за весь мир чтобы все покаялись и познали бога и жили в любви и наслаждались свободу и в боге скажу правду пред всеми пред всем миром я мерзок пред богом и отчаялся бы всем спасение если бы бог не дал мне свою благодать святаго духа и дух святой научил меня и потому я пишу о боге без труда ибо он влечет меня писать и и вот теперь пишу жалея тех людей которые подобно мне горделивы и потому страдают пишу чтобы учили смирение и обрели покой в боге я пишу и мне легко писать потому что душа моя знает господа но лучше молиться не рассеянно ибо молитва дороже всего сверхи мадрид сафроне сахаров передает свой кроткий разговор со старцем когда тот тяжело и смертельно заболел старец что с вами я нездоров что с вами не знаю старец вы хотите умереть я еще не смирился ответил он так из глубины смирения он отвечал я еще не смирился вот еще воспоминание отца сафрония уже после смерти его духовника в 1938 году в сентябре другой из старейших монахов монастыря схемонах трофим весьма замечательный подвижник жизнь которого могла послужить благим примером для многих после кончины старца читал часть его записок слова старца о любви божией и смирении о том что держать ум свой во аде и не отчаиваться и другие произвели на него глубокое впечатление помню нашу встречу с ним остановив меня он сказал теперь я увидел что отец силуан достиг в меру святых отцов кончили на его меня убедила отец трофим позволил я себе сказать неужели полвека совместной жизни в монастыре вас не убедили в этом а только кончины я всегда любил его и радовался встречаясь с ним но мне казалось что слишком прямо непосредственно говорит он с богом я правду сказать боялся за него как же он говорил что вы боялись за него он хоть очень просто но как-то так смело и дерзновенно говорил о молитве и о боге как об одном отце что я бывало останавливал его и говорил перестанетесь мне показалось он потерял страх божий а когда вы его останавливали спросил те сафроний то как он отвечал он всегда был ровный остановлю и он замолчит осердился ли он когда вы его останавливали о нет он был мягкий человек и не помню чтобы он когда-нибудь рассердился отец трофим вы же знаете что прельщенные всегда бывают непослушливы и обижаются если их порицают как же вы не обратили на это внимание так вот я только теперь понял свою ошибку а что вы скажете о его записках я сказал уже вам что он пришел в меру святых отцов господи молитвами преподобного отца нашего села на афонского спаси и помилуй нас аминь спасибо господи благодарим на царство тоника знаете дорогие отцы но я несколько раз прочитал эту книгу старец его и наверно многие из вас но кто не читал конечно мы советуем прочитать первая часть книги это его писание он писал светом лучины или свечи на отрывках газет где-то бумагу мог найти карандашиком писал свои удивительные записки которые по такой такому духу очень даже на псалтир похоже какая там кротость такое смирение такое благоговение перед богом и когда мы с вами беседы ведем когда друг с другом общаемся или какой-то аудитории очень важно и особенно блогерцам заниматься не терять благоговение и для этого конечно полезно такие книги читать скажем большая часть его записок посвящена третьей ипостаси что троицы духа святого с таким страхом божьим с таким благовелием с какой любовью он называет даже имя третьей ипостаси и такие книги полезно читать кто не читал прочитайте и еще скажу что если в аудиозаписи наверно может быть на азбука ру или где-то еще очень хорошим голосом артистом читает эти сочинения очень очень полезно будет по поводу видите очень важно что духовник там где-то был слайд отца строконика может покажете где чуть-чуть там листать текст есть сейчас я вспомню назад полистайте на клавиатуре право-лево кнопочки нажмите не вообще выключили демонстрация но там написано так что если нет святого старца духовника то можно обращаться за помощью за духовной помощью даже и простому смиренному духовнику и господь вразумит это очень важно и тогда простой духовник будет даже делать замечание святому человеку реагирует это даже признак есть еще раз поясню вот святой имеет опыт тот которого не имеет духовники его и духовник все же предостережение может это сказать и святой нибудь да ты еще не понимаешь я вот уже выше не надо делать взаимовещание никогда так искать был такой случай как-то к отцу науму при ну там несколько братьев послушка с какого-то монастыря и также один преподаватель мгл с кафедрой философии ну такой человек духовный молится и сустава молитву читает и отец наум говорит поезжайте я не буду место называть там одно место если к найдет такого человека там в пещере живет это около лавра недалеко вот посмотрите с ним пообщать вот я не помню прелесть или не прелесть и вот они поехали пришли к нему он доволен конечно к нему пришли за совета и они начали о молитве говорить начали сначала коротко так беседовать вот потом они начали поправлять что вроде святых особо не так написано как вы говорите вот он их построил всех семерых по моему и шагает около них играет вот так вот так запоминайте потом он так раздражился что стал ходить уже с топором они стоят по струнке и он с топором ходит и значит вещая чтобы никто не смог воспротивиться что-то против сказать как-то получить его и они приехали когда рассказали башка то есть он в прелести ну старец конечно знал это что он в прелести но просто показать братьям других монастырей что смотрите отцы что реально таким стать человеком то есть не святой человек он не терпит возражение которых прелести он конечно очень-очень горды не вспомнил ну как я прошу вас сказал что читайте просила на фонского наш великий святой святой близок нам по времени ведь и благословение получил от иоанна коростатского на подвиг и просто даже когда некоторые в машине много время проводит можно леску поставить и слушать его писание или где-то шьет одежду или что-то рукоделие можно просто слушать и очень умиротворяет и давать миллиарно может не будет учитать она пересень приведет но так очень покреплять так что такое такой комментарий можно запись убирать